Дом Денег В Свободненском районе на 1424-м километре трассы «Амур» автомобиль «Ниссан Эксперт» въехал в стоящего обочины грузовик. 30-летняя пассажирка «Ниссана» погибла на месте, женщину-водителя доставили в больницу. Причины ДТП выясняются. В Благовещенске на улице Лозо 89 иномарка «Тойота Королла» сбила 68-летнего пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте перед близко движущимся автомобилем. Автомобилям пешеходу понадобилась помощь медиков, сообщает Амурская ГИБДД. И опять же в Благовещенске на перекрестке Октябрьской и Загородной водители иномарки «Тойота Ипсум» при повороте налево не пропустил автомобиль «Тойота Пробокс». Произошло столкновение. Пострадали два пассажира «Ипсум», а 26-летняя девушка с годовалым ребенком. Это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о происшествиях и о ситуации на дорогах города и области. Всем здравствуйте. Жители Благовещенска предупредили об опасной пищевой добавке, которую могут предлагать потребителям в точках общепита вместо спирта. Продукция произведена нелегально, но под ограничение пока не подпадает, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как отметила руководитель Амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова, вещество предназначается для хлебобулочных изделий и на 45% состоит из спирта. В связи с этим некоторые точки общепита предлагают ее вместо алкоголя. Из оборота изымается нелегальная продукция казахского производства трех наименований – хлебный, наполеон и кедровый. Учитывая то, что на эту добавку не распространяется ряд ограничений, она может находиться в различных точках общепита. По информации регионального правительства, только за год в Амурской области за хранение немаркированной алкогольной продукции и продукции с контрафактными акцизными марками, было возбуждено 12 уголовных дел. Более 22 тысяч декалитров поддельной алкогольной продукции изъяли из незаконного оборота за 11 месяцев сотрудники правоохранительных органов. В Министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства отметили, что продолжат борьбу с нарушениями в сфере оборота алкогольной продукции. К 1 февраля будет разработан новый комплексный план мероприятий. В Белогорске 36-летний житель Благовещенска попался на кражи из магазина детских товаров. Мужчину помогла задержать продавец. Она заметила, как покупатель взял с прилавка товар и спрятал себе под куртку. Продавец не дала скрыться мужчине, заблокировав входную дверь магазина. Стражи порядка задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Действия подозреваемого попали на камеру видеонаблюдения, установленную в торговом зале. На кадрах видно, как мужчина берет с прилавка товар и быстро прячет под верхнюю одежду. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает Пресс-служба УМВД России по Амутской области. В селе Октябрьское из Эйского района произошло разбойное нападение. Мужчина с обрезом угрожал своему знакомому и требовал у него крупную сумму – 600 тысяч рублей. Преступника спугнула супруга потерпевшего. Увидев, что она звонит в полицию, подозреваемый скрылся в неизвестном направлении, сообщает Пресс-служба УМВД России по Амутской области. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина. Его задержали по месту жительства и заключили под стражу. Оружие изъято и направлено на экспертизу. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. И есть ситуации на дорогах. ДТП в поселке Аэропорт с участием трактора и грузовика Nissan Atlas. Грузовик двигался по главной улице поселка Аэропорт. Водитель, управляя трактором, как раз переезжал через эту улицу. Не уступил дорогу грузовику и допустил столкновение. Люди не пострадали. На въезде в микрорайон Солнечный не разъехались микроавтобус и микрогрузовик. Водитель, управляющий микроавтобусом Таун Айс, выезжал со двора, не предоставил преимущества микрогрузовику Mazda, въезжающему во двор, и допустил столкновение. Обошлось без пострадавших. У транспортных средств незначительные повреждения. ДТП на Калининском кругу с участием двух автомобилей. По главной, внутри круга двигался автомобиль Тойота Чайзер. Водитель, управляя Тойотой Корона, въезжал на круг, не предоставил преимущества Чайзеру и совершил на него наезд. У автомобилей средней степени повреждения. Участниками ДТП на пересечении улиц Пушкина и Амурская стали автомобили Тойота Харьер и Ниссан Марч. Ниссан Марч двигался по главной улице, по Амурской, и поворачивал налево на улицу Пушкина. Водитель, управляя автомобилем Тойота Харьер, тоже поворачивал налево, но с улицы Пушкина на Амурскую. Не предоставил преимущества Марчу и допустил столкновение. Повреждения авто незначительные. А я напоминаю, что наши выпуски вы всегда можете посмотреть на портале sn24.ru. На сегодня это все. Берегите себя. Проблемы с финансами пусть не тревожат. Вам их решить Дом Денег поможет. Хорошие деньги для хороших людей. Дом Денег. Быстрые займы на любые цели. Улица Калинина, 127. Улица Лозо, 64. Улица Институтская, 3. Улица Амурская, 125 и 168. Телефон 57, 4 восьмерки.